Всем привет! Как вы знаете, сейчас понемножку утихает первая истерия по поводу введения мобилизации в Российской Федерации. Сейчас уже исчезла многокилометровая очередь к погранпереходу Верхний Ларс, исчезли очереди на пунктах пропуска на российско-казахстанской границе, и это означает, что сейчас самое время для того, чтобы не только для россиян, но и для мигрантов спокойно и без лишних затрат собраться и уехать. Почему это нужно сделать? Давайте посмотрим, что собой представляет мобилизация, частичная версия которой введена сейчас в Российской Федерации. В России есть такой закон, федеральный закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации от 1997 года, номер 31 ФЗ. В соответствии с этим федеральным законом, если мы посмотрим в статье 1, основные понятия, часть 2, под мобилизацией в Российской Федерации понимается комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и так далее, переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления и организации на работу в условиях военного времени, переводу вооруженных сил и так далее. В общем, да, и вот мобилизация действительно оказывается, может быть, общей или частичной. Так, и что собой представляет такая мобилизация применительно к правам граждан? Вот если мы посмотрим в раздел 3, обязанности организации и граждан в области мобилизационной подготовки и мобилизации, мы увидим, что в статье 10 этого закона, часть 2, статье 10, граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются специальные формирования в установленном порядке. А помимо этого, в соответствии с пунктом 3, части 1 этой статьи, граждане обязаны предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в военное время в целях обеспечения обороны и так далее, здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящееся в их собственности, с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемым правительством Российской Федерации. Ну то есть получается, что практически любой объект, которым вы владеете на праве собственности, может быть у вас в связи с введенной частичной мобилизацией изъят. Ну вам там какие-то убытки в связи с этим будут возмещены, но вопрос в том, насколько эти убытки будут покрывать ваши реальные рыночные убытки. Эта статья относится только к правам российских граждан, поскольку в преамбуле сказано, что этот федеральный закон осуществляет правовое регулирование и устанавливает права, обязанности и ответственность органов государственной власти, организаций и должностных лиц, а также граждан Российской Федерации в этой области. То есть этот закон не затрагивает права иностранцев. Но нужно учитывать, что вовсе не факт, что чиновник, который будет проводить какую-то реквизицию или изъятие собственности, будет как-то на это обращать внимание. Давайте посмотрим еще статью 9, это обязанности организаций. Нужно учитывать, что применительно к организациям тут нет никаких изъятий, и речь идет о всех организациях, в том числе организациях, принадлежащих иностранным лицам. Так вот, организации в соответствии с частью 1, пунктом 5 этой статьи обязаны выполнять мобилизационные задания, заказы в соответствии с заключенными договорами, контрактами в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации. Причем в соответствии с частью 2, этой же статьи, организация не вправе отказываться от заключения договоров или контрактов о выполнении мобилизационных заданий, заказов в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, если с учетом мобилизационного развертывания производства их возможности позволяют выполнить эти заказы то есть таким образом если вы оказываетесь сотрудником такой организации которая получила мобилизационное предписание или заказ вы будете вынуждены работать с работать с оплатой труда по каким-то минимальным или близким к минимальным расценкам помимо этого организация опять же вне зависимости от права собственности в соответствии с пунктом 10 части 1 этой статьи обязаны предоставлять здание сооружение коммуникации земельные участки транспортные и другие материальные средства то есть практически любое любой предмет находящийся в собственности в соответствии с планом мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке определяемым правительством российской федерации то есть у организации могут может быть изъята собственность организация повторюсь может быть любой в том числе принадлежащий иностранному гражданину нужно учитывать еще что у нас многие иностранные граждане открывают общество с ограниченной ответственностью которая по сути состоит всего из одного сотрудника из одного лица и получается что если на эту организацию записаны какие-то материальные средства например в первую очередь транспорт то эти средства могут быть изъяты просто-напросто каким будет порядок возмещения убытков на самом деле большой вопрос это что касается мобилизационной подготовки и мобилизации нужно понимать что помимо мобилизации может быть еще введено военное положение у нас есть еще соответствующий федеральный конституционный закон но 2002 года номер один о военном положении что такое военное положение до статья первого этого закона гласит что под военным положением понимается особо правой режим вводимый на территории российской федерации в случае агрессии против российской федерации или непосредственно угрозы агрессии нужно понимать что сейчас когда российская федерация провела фейковые референдумы на территориях банановых республик и на территории на территориях оккупированных регионов украины двух дополнительно и включила их аннексировала их включив в свой состав что не было никем признано кроме самой российской федерации то есть совершенно законные действия украинской армии по защите территории своей страны будут в контексте вот этого принятия этих регионов в состав российской федерации будут расцениваться как агрессия в адрес российской федерации то есть будем откровенны введение военного положения это в принципе такая вещь реальная и вот часть 4 этой же первой статьи в период действия военного положения в соответствии с настоящим федеральным конституционным законом могут той мере в какой то необходимой для обеспечения обороны страны и безопасности государства ограничиваться права и свободы граждан российской федерации иностранных граждан лиц без гражданства деятельность организации независимо от организационной правовой формы форм собственности права их должностных лиц на граждан организации и их должностных лиц могут возлагаться дополнительные обязанности статья 7 часть 2 на основании указов президента российской федерации на территории на которой введено военное положение, применяются следующие меры. Пункт шестой. Привлечение граждан, причем, опять же повторюсь, независимо от их гражданства, в порядке, установленном правительством Российской Федерации, граждане привлекаются к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации и последствий применения противникам оружия, восстановлению поврежденных или разрушенных объектов, экономик систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями. В соответствии с пунктом пятым этой же статьи может быть применено приостановление деятельности политических партий и других общественных объединений или религиозных объединений, ведущих пропаганду или агитацию, равна иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность Российской Федерации, а также в соответствии с пунктом девятнадцатым может быть прекращена деятельность Российской Федерации иностранных и международных организаций, в отношении которых правоохранительными органами получены достоверные сведения о том, что указанные организации осуществляют деятельность, направленную на подрыв, обороны и безопасность Российской Федерации. Эти два пункта означают, что фактически любая правозащитная организация в Российской Федерации в период военного времени может столкнуться с прекращением своей деятельности. В соответствии со статьей 19 этого закона, часть 3 организации в период действия военного положения обязаны, пункт 1, предоставлять в соответствии с федеральными законами необходимые для нужды обороны имущества, находящие в их собственности. И также пункт 2, они обязаны выполнять задания или заказы в целях обеспечения обороны Российской Федерации в соответствии с заключенными договорами или контрактами. Это опять же касается работы с минимальной оплатой труда. Что касается правового положения граждан, это статья 18, то в соответствии с пунктом 5, часть 3 этой статьи граждане, находящиеся на территории, на которой введено военное положение, обязаны предоставлять в соответствии с федеральными законами необходимые для нужды обороны имущества, находящиеся в их собственности с последующей выплатой государством стоимостью указанного имущества. То есть, по сути, это означает, что любое имущество у вас может быть изъято для нужд обороны. Ну и в связи с этим возникает такая рекомендация. Конечно, сейчас есть смысл уезжать не только россиянам, но и вообще, в принципе, всем людям, которые находятся на территории Российской Федерации, в том числе трудовым мигрантам. Тут есть чисто экономические причины для этого. Уже сейчас вы можете столкнуться с необходимостью работать с минимальной оплатой труда, а в перспективе есть вполне реальная вероятность того, что вы просто можете лишиться своего какого-то имущества. В первую очередь, это, конечно, касается транспортных средств. Поэтому, если у вас сейчас есть возможность уехать из России, увезя при этом с собой транспортные средства, в первую очередь, это касается, конечно, не просто каких-то легковых машин, а каких-то, не знаю, грузовиков там, может быть, кранов или вот чего-то такого. Я не очень хорошо в этом разбираюсь. То вот это все желательно, конечно, с собой увезти. Вот такие дела. Всем всего хорошего. Спасибо.